Слава Украине! Приветствуем от Полуанского. И еще один апдейт по Бобовне в Донецке. Видите, как новости приходят, не успеваешь, как говорится, все переварить, а уже сообщили о новых. Итак, вчера я рассказывал, что была Бобовна в Донецке, потом делал апдейт о том, что, таки, да, удачно прилетела. И это был именно тот самый склад ГСМ, а не какой-то там Битум, о чем рассказывал Пенис Душелин, вот трындел когда. Сказал, ну да, вот, значит, украинцы нанесли удар, но разбили, значит, это их официальное объяснение, чтобы вы понимали уровень лжи и брехни, да. Значит, разбили цистерны с битумом, и, значит, теперь мы не сможем делать дороги в Донецке, потому что вот злобные-злобные укры все разломали, весь битум вылился, все, капец, дорог не будет. Ну, тут он убил сразу же, как говорится, двух зайцев, да. Первое. Объяснил, почему в ближайшее время в Донецке никаких дорог не будет, ну, уже, видимо, да, освобождение Донецка, никто их делать не собирается, потому что, мол, жувжики весь, значит, битум съели. Вот. И второе, набрехал, что там в реальности произошло, поскольку прилет был по складу ГСМ. Я не отрицаю того, что возможно, что в результате этого битум сгорел тоже. Ну, как вариант, да, может быть. Но главное оказалось даже не в битуме, не в ГСМе, потому что ГСМ сгорел наглухо, а главное оказалось, что там, за стеной этого склада, великие разумы, сверхразумы из Российской Федерации сделали казарму своих охламонов этих вот военных, воинских охламонов. И сами пишут, вот Рашисты, что возле нефтебазы какой-то дурак устроил, почему дурак, хороший человек, временную располагу бойцов, которые буквально позавчера прибыли в Донецк, да. И как результат прилета по ГСМ, наши даже, собственно, скорее всего, наши могли и не знать за эту базу, потому что это случилось за сутки до того, как был прилет. То есть, может, данные и раньше были получены, черт его знает. А может, и знали. Может, как говорится, одним махом хотели убить двух зайцев. Может, так и получилось, да. Так вот, прилет был по базе ГСМ. Этот взрыв полностью накрыл вот эту располагу, их вот эту казарму временную. А они, действительно, только за сутки прибыли, должны были идти на подкрепление в Авдеевку. И из Ростовской области они. Так что большой привет, кто там в Ростовской области ищет своих родственников. Они, видите, они даже до Авдеевки... Все равно им, как говорится, был билет в один конец, потому что из Авдеевки никто назад не возвращается из ваших. Вот. А тут, видите, такой вариант, что им даже не пришлось туда ехать. Вот так произошло, значит. Да, и, как результат, 26 человек сгорело. Половина... Ну, то есть, некоторые говорят, что вообще все сгорели заживо, потому что там просто, когда взорвался этот бак с бензинами, там же их много было, оно просто хлюпнуло на ихнюю располагу, и, собственно говоря, на этом все. И 31 орг обгорел. Вот, собственно говоря, таковы результаты попадания наших по складу с ГСМ. Видите, не только ГСМ сгорел, а еще и, как говорится, хотел сказать, закобзонили, я не знаю. А как правильно сказать? Закивинили или закивонили? Не знаю. Вот, кстати, да, надо подумать. Как вот Кива... Все-таки у нас как бы... Они на территорию Украины попали, значит, вот... А, Кобзон же тоже из того региона. Поэтому, можно говорить, и закивонили, и закивинили, и закобзонили. Результат один. Результат один. Сидели бы дома, не перлись бы в Украину, сейчас бы были живы и здоровы. Ну, а вот, видите, приехали с оружием в Украину и даже до фронта не добрались. Видишь...